Алексей Леонидович Захаренков 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 Хобби стало профессией Алексей Леонидович Захаренков Генеральный директор уникального, единственного в своем роде в мире издательства Которое гонится не за экономической прибылью, как все издательства А за просвещением и красотой Не случайно одна из многочисленных премий, которыми оценивалась его работа как издателя Называется «Альтруист года», что означает готовый жертвовать для благополучия других людей Бескорыстно заботиться об их благе С Алексеем Леонидович Захаренковым Генеральным директором питерского издательства «Витанова» Мы встретились на втором российском фестивале «Уралграфа» В выставочном зале Свердловского регионального отделения Союза художников На выставке книжной графики из собрания издательства «Витанова» Здесь были представлены книги и оригиналы книжных иллюстраций Выполненных художниками Андреевым, Заберохиным, Доминовым, Казьминой, Ли, Михайловым, Мишиным, Мыслицким, Посицельской, Шемякиным Собственно, их усилиями, талантом, мастерством Книга в определенном смысле переживает второе рождение Первое, когда появляется из-под пера писателей И следующее, когда становится опубликованной И с каким лицом явится она к читателю Что да расскажет, что укрепит, чему научит Призовет ли нас снова и снова обратиться к ней Во многом зависит от тех, кто делает книгу Кто дает ей вот это второе рождение Обложка, макет, переплет, бумага, иллюстрации И весь разговор с директором издательства Которое привезло свою выставку в Екатеринбург В этом замечательном окружении оживших книжных страниц Строился, конечно, вокруг искусство, искусство книги Назвать это издательством сейчас уже, наверное, невозможно Самое такое, но оно тоже слово ничего не выражает Это арт-проект Вот вся жизнь связана с книгами, с одной стороны А с другой стороны это связано действительно с творчеством Что такое книга? Книга – один из немногих видов искусства Который состоит из нескольких видов искусства Здесь художник рисует, поэт пишет А книга включает в себя и авторский текст Включает в себя, в нашем случае, и художника И включает в себя работу издательства То есть создать из нескольких видов творческого искусства Некий новый продукт, который бы являлся тоже предметом искусства Вот это вот интересно Мы себя не исключаем из этого процесса Есть издательства, их гораздо больше Для которых это бизнес Для нас это творческий процесс И если нам... То есть работа должна всегда быть в радости Первые книги, говорит, делали для самих себя Оказалось, что такие книги нужны еще для кого-то Так появился круг людей, которым это оказалось интересным Первоклассные художники, мэтры Вновь почувствовали себя нужными, востребованными Взялись за работу Обрадовались искушенные книгачей Которые помнят или хотя бы знают Какими должны быть по-настоящему изданные настоящие книги И музейщики крупнейших музеев страны Ведь речь идет о книге как предмете искусства В широком смысле этого слова По-настоящему коллекционные Эти книги могут быть заключены в кожаные переплеты С камнями и драгоценными металлами Как это делалось когда-то Действительно они достойны Собраний Эрмитажа Русского музея Музея Пушкина Не говоря уж о множестве Частных коллекций России и зарубежья Но главное все-таки Это их способность Донести до читателей Возможность человеческого общения Общения с автором Воспитание вкуса к чтению хороших книг Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев говорил Культура – это главное, что нужно сейчас людям Даже не цивилизация, а культура Сейчас много разговоров о том, как это называть Там подарочная книга, эксклюзивная книга Мы называем это коллекционной книгой Но любая коллекция, она все равно передается Она никогда не пропадает Она либо передается по наследству Либо передается в музеях Так и наши книги находятся сейчас В собраниях и Государственного Эрмитажа И Русского музея, и Пушкинского музея И в Белоруссии И в частных коллекциях То есть да, мы работаем В неком культурном пространстве Назовем это так Мы, собственно, в чем наше ноу-хау Наверное, если так можно сказать Мы соединили в одно-две издательских традиции Которые существовали в издательском пространстве Это книга академическая С академической подготовкой текстов Это издательство Академии Издательство Наука И второе, это подарочно иллюстрированная книга Это начиная, наверное, от Мир искусников Заканчивая знаменитейшим издателем Амбуразом Валаром По-парижским это середина 20-х годов Такая вот дорогая, единичная Иллюстрированная книга Он работал там и с Пикассо, и с Матиссом Мы попытались вот эти две традиции Соединить под одной обложкой Академическая подготовка текста И богатое иллюстрирование Есть много ипостасей нашего существования Связанного с книгой Во-первых, это само издание Это сама подготовка книг как таковых Которая включает в себя Достаточно известный процесс Это начиная от поиска авторов и художников Выверка текстов Как правило, мы пытаемся сверяться с оригиналами Касается Толстого или Булгакова Либо каких-то других произведений Мы всегда пытаемся сверяться Либо с очень авторитетными изданиями Самыми авторитетными Либо, если возможность, с оригиналами То есть выверка текста всегда есть Потом любое произведение Сопровождается научным аппаратом Статьями, комментариями, хроникой жизни Которые пишутся, как правило, специально для нашего издания Проходит время, интересно взглянуть на ту же самую Войну и мир, да, на Достоевского Глазами уже современника Как современного комментатора, так и современного художника Таким образом у нас получается Книга-энциклопедия Которая очень просто работать Проще даже, чем работать в интернете И искать что-то У нас вся информация о произведении Скрыта под одной обложкой Я думал, ну год проживем, ну два проживем Ну три максимум Вот прошло уже 15 лет, мы живы Никто нам на пятки не наступает Что тоже удивительно, почему Мне всегда казалось, мы так здорово все придумали Мы такие маленькие, нету ни свечного заводика Сейчас нас растопчут, раздавят Но нет, нет, вот живем И никто не пошел по нашим следам Что очень удивительно Трудно очень То есть, да, делают дорогие книжки Делают подарочные книжки Ну если заглянуть внутрь Там можно увидеть, что уровень работы Да, совершенно другой Там Одеть книжку в переплет И снабдить ее там иллюстрациями Просто не вдумываясь Ну на это надо полгода У нас все это не получается У нас много проектов И с музеями Там и с Пушкинским домом И с Эрмитажем И с театральным музеем Мы, музейщики, наши главные друзья Вот за все это время Мы не провели ни одной платной выставки То есть нам всегда предоставляют залы бесплатно Это огромнейшая помощь на самом деле Но вот это вот чувство солидарности Что мы действительно, наверное, все-таки Работаем не ради денег Хотя ради хлеба жить-то тоже надо на что-то А ради чего-то такого более интересного Находим отклик всегда Это такая игра на самом деле Игра, ну по-взрослому, всерьез Иногда там до боли, до крови Как угодно можно какие-то метафоры приводить Вот И эта игра не заканчивается Вот уже 15 лет издательству Над каждой книжкой мы работаем Как над... Ну как с любимым ребенком носимся Процесс подготовки к книге одной Занимает, ну минимум Это самое минимум два года То есть от двух где-то Ну и крайний срок у нас это 9 лет То, что вот мы делали с Шемякиным книгу Высоцкого Это 8 лет работал Шемякин И в течение тут уже этого времени Общий процесс занял 9 лет работы над книгой С учетом того, что мы выпускаем в год где-то 30 книг Вот можно представить сколько у нас вот В работе вот наших любимых детушек Мы действительно пытаемся работать с лучшими художниками Как ныне здравствующими Так и иногда используя материалы старых художников Которых уже нету Как отечественных, так и зарубежных Мы работаем и с Сергеем Оливовым Который представлен здесь Был на выставке недавно Презентация прошла так С Юрием Дарштейном, с Михаилом Шемякиным С Олегом Яхниным Очень много вернули художников старых Которые работали раньше в книге Которые в силу разных обстоятельств ушли Мы вернули Юрия Ващенко Вернули Михаила Майофиса в книгу Действительно очень много выдающихся графиков Сейчас рисуют для издательства Витанова С Кочергиной мы работаем Удивительный художник, удивительный автор Кочергин это главный художник Большого драматического театра БДТ Имени Товстоногова Начинали мы с ним работать как с художником А сейчас мы издаем его удивительную прозу Фантастическую прозу Фантастический человек О его судьбе можно делать Не только передачу Одну, а целый цикл передач Человек, который начал писать В 70 лет Сейчас он переведен на 6 или на 8 уже языков мира Но этот проект лежит у нас немножко в стороне Это мы не занимаемся современной прозой Мы занимаемся все-таки такой мировой классической литературой Удивительные люди Удивительный круг общения Собственно он и поддерживает все Вот если бы не было наших художников Если бы не было бы авторов С удивительными судьбами Удивительных людей, творческих людей То конечно издательство было бы совершенно другое Я вообще считаю, что главное в жизни любого человека Это не бояться окружать себя людьми Которые сильнее тебя Тогда есть к чему стремиться Есть у кого учиться И все время находишься в движении Вот это я считаю самое главное И мы этого не боимся И поэтому я считаю, что у нас что-то получается У нас это не исключительно издательство Образовался некий, наверное, клуб единомышленников Огромный И вот мы все вместе делаем какое-то дело Издательство работает в рамках серии Основной зал – это фамильная библиотека Читальный зал – мировая художественная классика Гомер, Шекспир, Пушкин, Толстой, Достоевский Читальный зал – приключения, детективы Волшебный зал – сказочники Героический зал – рукописи Жизнеописания Библиотека великих писателей Художественные альбомы Современная литература Детская литература Все, что необходимо на всю жизнь семье И ее потомству На несколько поколений вперед Что должно храниться в каждом просвещенном доме И хранилось бы, если бы не войны и революции Когда людям было не до библиотек И те просто гибли А эти кружева букв, выписывающих слова И слова, превращающиеся в тексты Афорт, шелкография, золочение Это есть Евангелие от Марка Молодой художницы Аполлинарии Мишиной Сейчас открыли новые залы Которые называются «Священные тексты» Может, вам это как раз будет близко Такое, наверное, современное прочтение Классических библейских текстов Нашими современными художниками То есть каждый выбирает для себя какую-то тему Вот сейчас у нас вышла первая книжка «Экклесиасты. Песнь-песни» В иллюстрациях удивительного московского художника Юлия Юрьевича Перевезенцева Мы готовили эту книжку 7 лет Из них только 5 лет работали над макетом книги То есть вот можете представить Но что-то не получается Что-то вот хочется изменить И 5 лет мы работали только над макетом Имея при себе естественный текст И готовые иллюстрации Через 2 недели выходит Евангелие от Марка Подготовлены уже изданные бытие Евангелие от Иоанна Исход Книга царств Ну в общем вот так вот потихонечку Такой проект на века Конечно его можно делать Наверное будет лет 100 или 200 Но надеюсь кто-то это продолжит Эту тему Чтобы книга жила Жила в сегодняшнем времени Очень сложное время для книги Да Это связано как и с электронной книгой Так и со всякими различными социальными проблемами То есть читатель уходит От бумажной книги Читать мы все равно будем Никуда Всеобщая грамотность не денется Читатель уходит И чтобы Ну не знаю Может быть мы люди уже такого Старшего поколения Не может быть А точно Любовь к бумажной книге Она Она живет Живет в душе И хочется это сохранить А сейчас Такое время Которое Наверное Некая революция Как со времена Гутенберга С приходом Гутенберга Вся рукописная книга Исчезла И сейчас примерно происходит То же самое Наша задача Сохранить эту бумажную книгу Вот на мой взгляд Кажется что Два вида книжной продукции Останется Это детская книга Иллюстрированная Потому что детям будут покупать Для детей будут рисовать И книга Так называемая коллекционная Это наша книга Я верю в ее будущее И мы делаем для этого все То есть у нас Собрана Очень большая коллекция Оригиналов Книжной графики В первую очередь Это основная Конечно Часть Те материалы Которые рисуются Специально для издательства Витанова И какие-то первые издания С которыми мы работаем Для каких-то Таких готовых циклов Уже иллюстрации Там Лилуар Там Доре Пытаемся собирать оригиналы На сегодняшний день у нас Больше 7000 единиц хранения Оригиналов Книжной графики Но цель не собрать коллекцию А цель говорить о книге То есть для нас Выставлять нашу коллекцию Это популяризировать Настоящую книгу Книгу с большой буквы Книжной графики Около 300 некоммерческих выставок Провело издательство В числе адресов выставок Эрмитаж Музей Пушкина Русский музей Центральной художественной галереи Латвии Белоруссии В Екатеринбург На биеннале Уралграфа Привезли работы 11 питерских художников Рисующих книги Для петербургского издательства Мы рады Что у нас Сложились эти отношения В общем, часть работ Какие-то он нам предоставил Для того, чтобы Жителям города показать Художникам показать Все-таки определенный уровень Графический То, что входит Действительно в книгу И входило раньше Сейчас это уже Действительно культурное событие Когда выходит Хорошо иллюстрированная книга И еще таким Состоявшимся художникам Это, в общем-то Такой реальный праздник Для всех Праздник Праздник завершим путешествием По книге Виктора Петровича Оставьева Царь рыба Вместе с работами Художника Олега Михайлова Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok